Добрый день дорогие друзья! Вы находитесь на телеканале Eton TV. Программа неудобные вопросы с Александром Вальдманом. На днях израильские средства массовой информации восторженно рапортовали об увеличении числа кибуцников. За последние три года их число увеличилось со 118 тысяч до 123 тысяч. При этом следует отметить, что на сегодняшний день доля кибуцников среди всех израильтян составляет всего 2%, в то время как на момент создания государства они составляли более 6% от всего населения молодого еврейского государства. Что скрывается за этими цифрами? Стоит ли радоваться по этому поводу? Нам поможет разобраться Алекс Вексер. Алекс, добрый день! Здравствуйте, господин Валентин! Алекс, в Израиле мне довелось побывать в самых разных кибуцах. Кибуцах, вернее, правильнее говорить. Я видел те, которые похожи на швейцарские деревеньки, видел и те, которые похожи, скорее всего, на советские разбитые, разваленные колхозы. Скажите, пожалуйста, неужели израильская молодежь ринулась поднимать отстающие кибуцы или в их действиях все-таки известная доля прагматизма с учетом нынешней ситуации на рынке, жилья и прочего? Я должен сказать, что если бы отцы-основатели кибуцного движения, с которыми я еще столкнулся почти 40 лет назад, в мои первые дни в Израиле, в кибуце, знали бы о том, за счет кого и как увеличивается население кибуцов, они бы, наверное, перевернулись в гробу. Потому что те, которые приходят сегодня, приходят для того, чтобы дать хорошее воспитание детям, они даже платят за то пребывание свое в кибуце. Работают они не в кибуце, они работают наружу. Но общая ситуация, общая остановка. Во-первых, так сказать, отсутствие насилия, который таким, так же пестрят и шестрят наши города или особенно наши, так сказать, новые шхунот, новые районы. Хорошее воспитание, хорошая обстановка, чистый воздух, потому что зачастую кибуцы, особенно даже в Гуждане, это единственное место, где можно отдохнуть под зеленью и можно, так сказать, выйти спокойно на берег моря, не боясь о том, что у тебя кто-то украдет сумку, так сказать, или сделает еще более, так сказать, хуже. Вы помните семью в Батьяме, когда мама была убита, когда там были своего рода разборки? Поэтому те, которые приходят сегодня, это средний класс плюс, которые платят за будущее своих детей и за будущее своих семей, этой хорошей жизнью. И они платят за свое пребывание в кибуце. Они не работают в кибуце, так как в свое время это делал я, они не ходят на смены. Поэтому отцы-основатели считали бы, что ничего общего с теми четырьмя тысячами, на которые увеличились кибуцы, ничего общего не имеет этот самый приход, прилет, это свежая кровь. Я могу сказать, когда я попал в кибуц, это было 39 лет тому назад, он был действительно уникальным местом, уникальным явлением. Я попал в кибуц с самолета, я прилетел в 2 часа ночи, в 3 часа ночи в Израиль, попал утром на завтра в 8 часов в кибуц, на берегу Средиземного моря. Кибуц Дот-Ям, чистенький, красивенький, ухоженные дорожки, ухоженные домики, эти поливалки, трещотки, когда каждый, так сказать, ребенок из детского садика, разбросанные площадки с детскими аттракционами, с детскими игрушками, так сказать. И мы, студенты Ульпана, и все детишки, хотели с удовольствием попасть под эту самую трещотку, случайно, не случайно, чтобы облиться водой. Эти чистенькие, ухоженные старейщины кибуцов, которые ходили по дорожкам и всегда здоровались. Шалом лиха, шалом лиха. Мне, когда я ставил кибуц, даже не хватало этого шалома, который я слышал на протяжении каждого дня десятки раз. И в этих кибуцниках, в этих людях, без увеличительного стекла, и без очков, и без бинокля просматривалась Великая Российская империя до 1917 года и первые годы, даже после 1917 года, которая, так сказать, дала первых людей кибуцов. Я вам должен сказать, что кибуц – это уникальное место. Первый, последний советский и первый российский посол в Израиле Александр Бовин сказал, что Израиль и кибуцы – это единственная утопия 20 века, которая получила право на жизнь в реальности. Потому что кибуц – в моей молодости, в которой я был и тяжело работал. Это было единственное в мире место, где осуществился лозунг, с которым мы родились в той стране. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Нигде в мире ничего подобного не было. И многие руководители многих стран, и неевреи, в свое время я учился в кибуце и жил там с сыном президента Индонезии, с дочкой премьер-министра Мексики, или неевреи. Они прислали своих детей в это место, чтобы они могли увидеть последнюю утопию уже несуществующего времени, несуществующего строя, построенного на полном равноправии. На полное, так сказать, спокойствие, гордости, чести людей. Потому что ничего подобного нигде в мире не было. И поэтому то, что происходит сегодня, нельзя отнести к тому, о чем мы с вами знали. Потому что в то время кибуцы еще составляли соль земли в этой стране. И в армии, в самых ее ответственных частях, то, что сегодня уже не существует, было среди летчиков 50% кибуцников, среди самых отъявленных сильных сайрот, спецназов 50% кибуцников. Сегодня этих ребят уже сменили жители городов новых, районов развития. Олим Хадашим, кстати, многие из них российского происхождения. Отчасти именно об этом мой следующий вопрос. В своей книге воспоминаний вы пишете, что с приездом выходцев из СССР кибуцы надеялись на приток молодой и свежей крови в свои стареющие и дряхлеющие ряды. Как я понимаю, мы их разочаровали. Вы знаете, мне вспоминается, приходит на ум уникальная история, что хорошо отвечает, так сказать, на ваш вопрос. На мой первый или во второй день моего пребывания в Кубице я столкнулся с очень симпатичной парой, которые были из Бессарабии, говорили по-русски, чистенькие, белые, они уже пенсионеры, но все равно работали. Они мне сказали, что я очень похож на их внука, который работал в одном из посольств Израиля в Латинской Америке. Он был в армии танкист. Мне было приятно, потому что мой папа тоже танкист. И в первую субботу они пришли ко мне в гости в Ульпан. Это было метров 300-400 от их домика, я часто бывал у них. И принесли мне в подарок две книги, что меня очень удивило и зажгло у меня первые красные фонари. Эти книги были «Кавалер Золотой Звезды» Бабаевского и «Волоколамское шоссе» Бека. Эти обе книги получили Сталинскую премию по литературе. Одна, по-моему, с 1949 года, другого с 1950 года. Меня очень удивило, как может быть в израильском кибуце, на берегу Средиземного моря, в кибуце Анны Сениш, кибуце, где исторически находились еще места со временем походов римлян в святую землю, могут оказать и эти книжки. Я, конечно, с большим желанием принял это. Они действительно надеялись на то, что мы, молодые люди, молодые ребята, ведь на наших предках строились эти кибуцы. Даст возможность кибуцу сделать следующий шаг вперед. Действительно, даст им новой крови и новой силы. А кто были мы такие люди, которые хотели уехать от социалистического общества, от социализма, который у всех, так сказать, сидел, не знаю где, отстачертел всем. Мы хотели, так сказать, бороться за место под солнцем, мы не хотели равноправия, мы не хотели профсоюзов, мы не хотели красных флагов, мы не хотели всеобщего равноденствия 1 мая, всего этого мы не хотели. Мы хотели приехать в свою страну за границу и жить такой жизнью, чтобы сильный был сильнее, умный был умнее и так далее. И это им ударило по кибуцному движению так сильно, что они на протяжении многих лет не могли это нам простить выходцам из Советского Союза. И это и отражает то, что среди кибуцников сегодня самый минимальный процент выходцев из Советского Союза. А из тех, которые поддерживали, скажем, партию МОПАМ, которая основывалась на кибуцах, или левые движения, за них практически не голосуют русские. Потому что со всем тем, что там была наша кровь, и мы были первые, и мы это устанавливаем, сегодня мы абсолютно другие люди. И знаете, кому нужно благодарить за это? Советскую власть, Октябрьскую революцию, которая всем своим нутром доказала, что нет ничего общего между той идеологией, чести, равноправия, которая, так сказать, стояла во главе вопроса и тем, что было на самом деле. И поэтому то маленькое, уникальное, что еще осталось в Израиле, о чем говорил Бовин, как я вам сейчас сказал, единственная утопия, имеющая право на жизнь государства Израиля и его кибуцы, не могло воспользоваться нашей свежей кровью, нашей силой и нашим будущим. Алекс, еще один вопрос. В начале 90-х годов Соединенные Штаты предоставили Израилю достаточно серьезную помощь на абсорбцию репатриантов из бывшего СССР. Называются разные цифры от 10 до 15 миллиардов долларов. Однако правительство Рабина потратило эти деньги на то, чтобы фактически полностью погасить долги кибуцов. Не считаете ли вы, что именно рабочая партия в лице Рабиной, вообще то правительство, в какой-то степени отомстила репатриантам за то, что они не захотели поднимать кибуцное движение? Во-первых, позвольте мне здесь с вами не согласиться или почти не согласиться, потому что, во-первых, не шел разговор о займе в 10 или 15 миллиардов долларов. Шел разговор о том, что Америка дала нам гарантия на получение займов. Это не был подарок, это был заем из банков других государств. Но поскольку Америка гарантирует, значит интерес, процент был на 1 или 2 процента меньше. Нам надо было вернуть эти долги, но процент за них был меньше. Второе, я не верю совсем тем, чтобы были такого рода, так сказать, даже доказательства, что серьезные суммы пошли на это дело. Потому что при всем моем уважении к тому, о чем говорят, я не голосовал за Рабина в 92 году, но я знаю, что и Рабин со всей его идеологией не мог себе позволить сделать это. Потому что даже для Рабина наличие и приезд миллиона людей сюда в первые годы 90-х годов был даже с моей точки зрения, я это говорю не просто так, потому что я как-то сталкивался с этим, не только был важнее даже, чем Кобицу, или может быть в самом худшем случае можно было это уравновесить. Может быть частично какие-то деньги на это пошли, но все остальное, с моей точки зрения, это вымысел, который так или иначе трактуется, потому что мы же знаем, как государство пошло вперед, какой валовый продукт был, как экономика развивалась страны. Были вложены деньги, влитые средства, и каков был результат, к сожалению, сегодня мы находимся на совсем другом этапе по сравнению с началом 90-х годов. Кстати, хочу отметить, Алекс, что в 90-х годах доля наемных работников в кибуцах выросла почти в 4 раза. Четверть всех занятых в производстве составляли репатрианты, как ни странно. И не только репатрианты. Я человек, который относится, может быть, не к 2% населения страны, а к полупроценту русских, которые побывали в кибуце, и которые в свое время работали и на кухне, и на вырубке бананов, и в мастерсках, и в курятниках. Я вам скажу, приведу один очень небольшой пример. Я в свое время, когда работал на кухне, я мыл посуду, я убирал, мыл полы, протирал, выносил противни, заносил противни. Еда, кстати, была уникальная, вкусная. Такое количество еды. Я приехал из достаточно сытого города, в достаточно сытые времена еще, далекие, заперестроечные, из приличной еврейской семьи, которые заботились о детях, их кормили. Где говорили, что хлеб бывает белым, а икра должна быть черной. Я жил в Баку, там была черная икра по тем временам, даже продавалась в магазинах. Но то, что я увидел, то, что я увидел во время моей первой трапезы в кибуце, я столько всего набрал, что я потом про себя думал, у тебя большие глаза, так сказать, и что такое. Хорошо, что было кому это потом дать был, скот и так далее. Второй раз я взял наполовину меньше. И тоже, так сказать, я не все это съел. Но тем не менее, я вам приведу пример. Например, потом, когда я уже работал в Министерстве абсорбции, мой министр Шлома Розен, старичок, мапамник, который в моих понятиях был вообще даже коммунистом. Я как-то был его кибуце. И я видел, что он делал. Он работал так же, как я. Министр в израильском правительстве. Мыл полы, мыл посуды, подметал, убирал, протирал. А его шофер, который привез его на Вольво, сидел в углу, пил кофе с печеньем. Эта абсурдная ситуация могла существовать только в Израиле. Причем, это не вранье, я это видел. Потом выяснилось, что для того, чтобы быть членом кибуца, хавером кибуца, надо было, по крайней мере, 2-3 дня проработать на этом самом месте. Понимаете, поэтому в Израиле могут быть разного рода ситуации. Но все-таки, действительно, я опять возвращаюсь к Бовину. Вот эта самая утопия, которая имела место в 20 веке. К сожалению, в 21 веке ее уже почти нет. Мы говорили об этом в начале нашей передачи. Имела место только в Израиле, только в этой стране и только в этих кибуцах. Алекс Векслер, спасибо за ваш интереснейший рассказ. Друзья, вы смотрели «Неудобные вопросы» с Алексом Вальбовым. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин